всем привет с вами ольга сегодня я предлагаю вам приготовить один из вариантов обеда значит на обед у нас будут жареные котлеты помидоры с сыром и с чесноком и макароны все легко и просто как я говорю для того чтобы нам приготовить котлеты мы зажигаем газ вот достаю сковородку наливаем туда наливаем масле чко и теперь достаем наши котлеты достаем наши котлеты котлеты эти у меня из морозильника предыдущих видео можете посмотреть мое видео под названием котлеты для заморозки вот у меня готовые котлетки себе стоимость которых одной котлетки 16 рублей у нас с вами получил все это показывала и рассказывала и раскладываем на сковородочку вот такие красивые замороженные котлетки достаем из пакетика сколько кому нужно котлеточек я в данном буду случае жарить 6 котлеточек котлетки все мы расположили на сковородку закрываем крышечку и замечаем время с каждой стороны котлеты я жарю по 10 минут остальные котлетки остальные котлетки которые у нас остались я опять убираю в морозильник и они будут ждать своего часа когда нужно будет мы их приготовим с вами сегодня у нас с вами 9 августа 2022 года теперь а значит котлетки как теперь у нас жарятся вот и мы приготовим помидоры с сыром все это блюдо знают прекрасно я его еще раз покажу все это делается очень легко быстро и ненавязчиво и также весь этот обед очень как сказать недорогой значит берем чистую тарелочку тарелочку берем вот так же берем терку тереть я буду на большой терке помещаю в тарелку и значит кусочек сыра кусочек сыра небольшой кусочек сыра вот такой небольшой кусочек сыра и чесночок сейчас я почищу почищу три зубчика чеснока потому что в моей семье любят поострее если кто-то особо острое не любит то соответственно можно добавить один зубчик чеснока еще раз повторяюсь моей семье любит поострее поэтому я готовлю так каждый ведь готовит для своей семьи для своих любимых чем может женщина порадовать своего мужчина вкусным обедом хорошим настроением улыбкой ласковыми словами добрыми и тогда в семье будет идиллия так берем сыр и трем на крупной терке все я как всегда делаю в режиме реального времени и потом я вам покажу сколько по времени за сколько по времени получился наш с вами этот незатейливый но вкусный простой но вкусный обед так вот сыр мы потерли теперь приостанавливаемся приостанавливаемся и потрем чесночок делаем все это с перерывами чтобы у нас лучше как сказать все было размешалась одна консистенция была так и опять продолжаем тереть сырок все это готовки с вам самое сложное это наверное натереть сыр опять приостанавливаемся еще потираем наш кусочек сыра потихонечку полегонечку с удовольствием с душой лето заканчивается скоро детишки пойдут в школу побольше детишки институт в училище вот с новыми силами отдохнувшийся навстречу своей будущей судьбе и еще один чесночок ну пока впереди еще лето некоторые люди даже еще не были в отпусках так все потихонечку вот так вот сырок так вот все потихонечку полегонечку чтобы нам нигде с вами не на мусорничать не натрясти лишнего все аккуратненько аккуратненько так все все терку убираем в мойку так здесь все с вами так вот подытоживаем так вот и естественно споласкиваем руки да вы скажете что сейчас возможно конечно на бед лучше просто свежие помидоры потому что в это да да можно просто нарезать помидоры можно помидоры сделать салатом со сметаном сijdом как вариант можно сделать и помидорчики сыром то это тоже очень даже и очень неплохо и сейчас добавим в наше значит сырок с чесночком майонезик добавляем майонезик так котлетки у нас стали шкварчей все аромат пошел по кухне так достали ложечку чтоб перемешать с нашу массу и все равно я скажу что это очень бюджетный обед очень бюджетный обед я уже говорила котлетки мы с вами сделали очень недорого сырка я показала здесь кусочек грана 200 от майонез пока в сторонку нужен не нужен и маленько уменьшим газок перемешиваем это не у нас прямо раздухарились и расшумелись и как говорится вот я очень люблю делать всякие заготовки для заморозки почему я и перца фаширую замораживаю голубцы и котлеты вот очень удобно я говорю пришел с работы времени нету желания нету устал но как-то так повелось что большинство женщин в нашей стране готовят сами да вот как то так повелось и поэтому лучше сделать заготовочки чтобы тебя что-то было готово и уже было как то все попроще к этому относиться достал маслечко налив и все добавили еще майонезе к сыр очень много себя берет майонезом и все размешиваем аккуратно 10 минут у нас пока не прошло с этой частью дела мы с вами разобрались и отставляем нашу намазочку в сторонку споласкиваем ручки у нас с вами следующий будет сейчас этап приготовления так вот такие у меня помидоры вот такие 4 помидора два желтых и два красных почему разноцветные потому что я несколько раз уже говорила что как сказать разноцветные помидорчики ну вообще желтый красный зеленый яркий разноцветные цвета вызывают у нас больше с вами что аппетит 10 минут прошло я выключаю котлеты пока я их не переворачиваю а просто выключила почему я их не переворачиваю потому что я всегда хочу чтобы вот это шипение прекратилось а потом я уже открою так теперь что мы делаем с нашими помидор очками с нашими помидор очками что мы делаем с вами так естественно мы вырезаем серединку наших помидорчиков вот так вот аккуратненько вот так и все один помидорчик помидорчик эти помидорчик четвертый помидорчик котлеты у нас перестали шуметь перестают шуметь сейчас сполоску еще разочек и сушили так включаем газ включаем нас еще одну комфорку зажгли и берем кастрюльку кастрюльку берем в которых мы сейчас отварим макароны макароны конечно как отваривать и рассказывать и показывать я считаю уже полной ерундой для каждой хозяйки поставили кастрюльку на плиту так посолили водичку посолили теперь открываем теперь открываем наши котлетки крылья наши котлетки красивенькие достаем белочку переворачиваем ох какие красоту личке у нас получились ох какие красоту личке получились аппетитный и так вилочку убираем так видно вам наши красоту личке какие красоту личке о какие красоту личке получилась так включаю газ и еще десять минуточек продолжаем готовить замечаем время также не заметили время и начинаем готовить продолжаем теперь мы режем наши красавицы помидорчики вот на такие кружочки аккуратненькие и теперь красненький помидорчик аккуратненько режем чтобы у нас все было красивенько чтобы подача была красивой не будем так положим теперь берем красивое блюдо и начинаем раскладывать раскладывать кладем красненький соответственно желтенький красненький желтенький красненький желтенький и вот эти у нас остались как попочки мы пока их сторонку потом посмотрим как у нас будет поразмеряться сейчас пока это убираем сторонку так режем дальше режем дальше желтенький наш этот помягче помидор маленько раз прокалываем чтобы он у нас совсем не расплылся раз прокололи и ножичком делаем прорез вот эти у нас потверже красненький 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 да и только опять же красненький 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 желтенький так а здесь получается видите как здесь получается так так и так как то так вот как то так и теперь раскладываем уже очень красивую очередь менее красивую мне красивую а вот такая наша красотень все доску убираем с вами она свое сделала дел и и все убираем столик сейчас с вами мы перейдем на другую позицию вот так вот идем сюда вот наша красота и мы сейчас будем распределять нашу красоту естественно помогаю я все рукой себе руки у меня чистые несколько раз мыло еще раз несколько раз мы в этом проблем нету такая красоте красоте с вами смотрите как по времени все же вообще буквально пока жарится котлеты мы с вами уже и гарнир варим и салат готовим все у нас идет с вами в режиме значит у меня было как я вам показывал четыре помидора а вот где-то 200 ну 250 самое большое значит сыра вот помидор готовы вот такая красота готова и вот еще сколько у меня осталось сыра вот сколько осталось сыра то есть вот это количество сыра можно еще будет использовать еще нарезать помидоры и использовать это сейчас я все затяну пленочкой и убираю в холодильник а вот и то есть как до следующего раза так скажем как следующий раз мы захотим так и сделаем еще добавочку так и сделаем еще добавочку можно делать если мы с вами вот это количество увидели можно делать меньше еще грамм сто пятьдесят еще меньше грамм сто пятьдесят сыра вот на четыре помидора небольших все я это вам показала вот это у нас с вами осталось так что же дальше что же дальше вот котлетки наш приготовились вот такие красивые наши с вами ой 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 как они ругаются что мы потревожили наши красавицы Ой-ой-ой-ой, как они ругаются, что мы потревожили наши красавицы. Нашу красоту мы потревожили. Я говорю ещё раз про макароны, что их показывать. Макароны, все знают, как варятся макароны. Вот быстрый ужин и готов. Вот быстрый ужин, обед, готов. Вот такая красота получилась у нас с вами. Всем приятного аппетита, всем пока!